28 занятие по редактору Brackets. Ставим лайки, подписываемся на наш канал и у нас сейчас начинается самое интересное, потому что мы будем верстать наш сайт прямо из макета PSD. Итак, открываем файл тест PSD, который мы закачали в прошлом занятии. И смотрите, у нас появилось окошко с правой, точнее с левой стороны мы видим сам PSD макет, а с правой стороны расписаны все слои, которые в нем есть. Давайте я открою вот эту первую папку слоев, статья 1, и здесь видим все слои, которые спрятаны в ней. Причем тут видно, которые отображаются, которые нет. Так вот, сейчас давайте мы с вами сверстаем вот этот самый первый блок. Занятие немножко затянется, но я думаю будет интересно. Итак, вот я поставлю курсор здесь на H2 и сделаю парочку отступов. И вот начну верстать отсюда. Первое, давайте заведем структуру. Я не буду объяснять в HTML, что я делаю, просто повторяйте за мной. Цель показать вам, как пользоваться этим плагином. Итак, сначала мы заводим общий блок, в котором будет находиться наша картинка и все остальное. Затем, внутри этого блока мы уже заводим саму картинку. Потом давайте заведем название в теге H4. И текст пускай будет внутри текст рыба из трех слов. Потом давайте заведем один абзац. Так, ну в нем слов давайте 17 введем. Так, дальше заведем отдельный дифф блок. И в нем создадим такую ссылку с классом бутон. Давайте бутон. И здесь ссылка будет ввести в никуда, решетка. И название анкора будет смотрите здесь. Так, по-английски пишу. Смотрите здесь. Отлично. Так, давайте я нажимаю Tab. И вот какой код мы получили в итоге. Видите, да? Давайте я все это дело скопирую. Или даже вот тут еще ссылочку сюда вставим. Так. И вот так. Вот это все дело я скопирую. И вставляю файл main.css. Сразу говорю, у меня установлен плагин CSS Fire. Я показывал в прошлых занятиях, где его брать и как ставить. Поэтому вот что я имею в итоге. То есть вы должны уже это знать. Как это работает. Далее. А теперь давайте задавать стили. То есть видим, у нас здесь появился вот такой вот текст. Картинки пока не видно. Но ничего страшного. Во-первых, зададим стили для нашего блока. Давайте сначала мы зададим бэкграунд общий. Только смотрите. Чуть не забыл. Перед тем, как мы будем задавать бэкграунд, нам необходимо выбрать этот блок здесь. То есть смотрите. Вот он этот прямоугольник. Вот я на его щелкаю. И видим, он у нас выделяется. Вот тут. Видите. Да. И теперь смотрите. Я хочу сделать бэкграунд колор как здесь. Я просто ввожу свойства. Бэкграунд колор. Так. Вот оно. Да. И здесь выбираю вот этот цвет. F5F5. То есть видим значок плагина. Это значит, что он выдрал этот цвет прямо из PSD макета. Выбираю его. И у нас тут, видим, все окрашивается. Отлично. Затем давайте я задам внутренние отступы в 20 пикселей. Затем, что еще? Это граница. Граница, к сожалению, насколько я понял, наш плагин не может определить. Поэтому мы здесь просто будем уже писать от себя. Так. Один пиксель. Solid. И решетка ABCD. Давайте вот DDDD. И появилась такая граница. Дальше у нас идет тут скругление углов. Поэтому мы пишем border radius. И опять-таки плагин нам подсказывает. Видим. Border radius 3 пикселя. То есть мы вообще можем не лезть в файл PSD. И вот что у нас в итоге вышло. Так. Теперь давайте перейдем к картинке. Но прежде чем мы начнем ее делать, нам необходимо ее создать. Потому что у нас сейчас нету. И смотрите, как это легко. Мы выбираем нужную картинку. Вот она, да. Я щелкаю. И видите, выделяется слой с картинкой. И теперь вот здесь я жму Ctrl и пробел. И вот появляется такое окошко. Extract Asset. То есть вырезает нашу картинку. Выбираем его. Щелкаем. И смотрите, у нас здесь сразу указывается папочка images. То есть если у нас этой папки нету в проекте, она автоматически создастся. Либо вы можете прописать папочку screenshots. Ну, давайте я все-таки укажу images, чтобы вы видели, как это работает. И затем указываю имя картинки, какой захочу. Pick. Давайте и jpg формат выберем. Отлично. Теперь смотрите, сейчас тут произойдет маленькая магия. А я пока напишу alt. Давайте наша картинка напишем. Наша картинка. Так, почему-то магия не происходит. Но она... А вот, появилась. Ну, время чуть-чуть прошло. Немножко не сразу картинку вырезает. Но смотрите. Вот у нас появилась папочка images. И вот внутри нее появилась папочка pick. Видите, да? Вот наша картинка. Плагин ее сам вырезал. Вот так вот. И смотрите, здесь она не отображается. Давайте я обновлю страничку. И вот появилась наша картинка. Двигаемся дальше. Так, возвращаемся в файл main.css. И здесь делаем следующее. Во-первых, по умолчанию, нашей картинки прописаны свои какие-то стили. Вот здесь вот видим, да? Border 10 пикселей. Border radius 4 пикселя. И вот еще margin. То есть, вот этого здесь быть не должно. Поэтому мы эти стили сейчас обнулим. Итак, border сначала напишем. Border 0. Видим, пропала граница. Так, border radius. Так. Так, radius давайте 3 пикселя пускай будут в нашей картинке. Затем margin. Так, margin 0. И вот видим, как получается наша картинка. И здесь она не совсем нормально смотрится, потому что тут у нас прописано свойство max width 95%. Поэтому здесь давайте мы пропишем следующее. Max width 100%. Причем там, обратите внимание, выделилось 400 пикселей. Но мы напишем 100%. И получается, видим, вот что у нас получается. Потом мы это еще допилим. Не переживайте, что будет смотреться нормально при любом размере окна браузера. Так, двигаемся дальше. С картинкой, по-моему, мы разобрались. А, у нее должна быть тень. Но тень в самой картинке я здесь не прописывал. Я ее прописывал вот этому прямоугольнику, на фоне которого стоит картинка. И вот смотрите, я выбираю этот прямоугольник. И здесь теперь пишу. Так, box shadow. И вот наш плагин подсказывает. Box shadow и задает нужную тень. Выбираем ее. И появляется тень. То есть, видите, вообще не надо лезть в фотошоп. Все делается достаточно быстро. Теперь по поводу нашего заголовка. Так, давайте мы его выберем здесь. Опаньки. Вот он у нас. Видим, да? И следующее. Сначала давайте пропишем шрифт. И сразу же плагин подсказывает. Вот он. Font. 420 пикселей RL. Так. Давайте мы сразу отступы свои напишем. 20 пикселей 0. Дальше. Цвет нашего шрифта. Опять-таки. Вводим свойство color. И сразу подсказывает плагин, какой цвет. Жмем color. Не помню, есть ли там тень. Отсюда не видно. Наверное, тени нет. Нет. Ладно, тогда это мы не трогаем тень. И двигаемся дальше. Следующий у нас абзац с текстом. Выбираем абзац с текстом. И здесь, в принципе, проделаем ту же процедуру. Опять-таки, font. И вот он. 400. Ну, это жирность шрифта. 16 пикселей. И RL. И прописываем сразу цвет. 272727. То есть, все это плагин выдирает и вставляет сюда. Отлично. Теперь блок div. Давайте сначала мы в нем пропишем текст Oligon Center. Для того, чтобы он выровнял нашу ссылку по центру. Так. Текст Oligon. Так. Центр. Вот. Отлично. Дальше. Точка запятой. Идем уже непосредственно к самой ссылочке. С классом button. Помним она. И получается, сейчас нам уже надо выбирать нашу кнопочку. Давайте я сделаю размер 1 к 1. Вот наша кнопка. Давайте я ее выберу. И видим. Вот прямоугольник. Ну, первое. Это, конечно же, давайте мы введем background color. Так. Вот он. И вот плагин подсказал цвет. Отлично. Следующий момент. Это паддинги. Давайте я свои пропишу. Так. 10 пикселей и 20 пикселей. Потом border radius прописываем. Border radius 3 пикселя. И помните, что границу он пока не понимает. Поэтому я вставлю здесь свою. Так. Один пиксель. Solid. Решетка. Давайте вставим этот цвет. Нажмем Ctrl E. И сделаем чуть-чуть потемнее. Вот так наша граница будет смотреться. Так. Отлично. Точка с запятой. Так. Что-то у меня ругается на паддинг. А. Все. Нормально. Дальше. Ставим color. А. Только теперь выбираем сам текст. Вот. Видим. Выбираем текст. И первое. Ставим сначала цвет. Видим. Беленький идет у нас. Потом текст shadow. Видим. Вот такая тень. То есть все это выдирается с плагина. И соответственно сам шрифт. Давайте. Font 720 пикселей. Щелк. И вот наша кнопочка. Видите. Да. Далее идем. Теперь что. Пишем текст decoration. Так. Decoration. И ставим none. Точка с запятой. И вот получилась наша кнопка. Давайте мы еще вот здесь в блоке div добавим margin 20 пикселей. Чтобы сверху было чуть побольше отступа. 0. И снизу давайте 10 пикселей добавим. Так. Даже наверное сверху давайте 30 пикселей. Щелк. Вот так вот. Отлично смотрится. И теперь последний штрих. Это чтобы менялось при наведении. Именно для этого я создал второй блок. Где кнопка красная. С нее и будем брать пример. Итак. Мы просто-напросто копируем все это дело. И здесь дописываем двоеточие хавер. И тут уже пишем следующее. Выбираем соответственно шрифт. Точнее не шрифт, а кнопку нашу красную уже. И здесь выбираем следующее. И здесь выбираем следующее. Background color. Уже оси в голос. И вот. Вот это выбираем. Так. Далее. Border color. Давайте. Border color. Так. Опять-таки выберем этот цвет. Но как в прошлый раз сделаем границу потемнее немножко. Вот так. Сохраняемся. Ну, точнее закрываем. И еще один маленький момент. Она уже будет меняться. Давайте сделаем, чтобы была маленькая анимация. Так. Transition. Вот оно свойство. Так. All. И 0.5s. Так. Теперь наша, видим, ссылка меняется плавно. Кнопочка. Ну, и еще один момент. У кнопки есть тень. Поэтому давайте я тут Box Shadow. И опять-таки плагин нам подсказал. То есть, видите, я вообще не лазил в Photoshop. Все выдрал полностью отсюда. И, соответственно, потратил на все про все. Тут, получается, 12 минут, объясняя вам, как и что я делаю. Ну, а на деле это бы ушло у меня минуток 5. И в Photoshop я совершенно бы не лазил. То есть, экономия просто-напросто налицо. Так. Еще один момент. Давайте мы посмотрим. Увеличивается. А. И тут блок начинает дальше расти. Давайте мы тогда нашему блоку, чтобы он уже нормально был на нашем сайте. Пропишем следующее. У него максимальная ширина 440 пикселей. Но у нас тут еще падинги стоят. Поэтому здесь поставим Max Width 400 пикселей. Точка запятой. И теперь смотрите. Ой, не то. Щелк. И видите. Вот какой у нас блок получился в итоге. Довольно-таки симпатично. Довольно быстро. И довольно круто, как по мне. Ну, что ж. Надеюсь, урок вам понравился. Несмотря на то, что он получился достаточно долгий. Целых 13. Почти 14 минут. Не забывайте, друзья. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну, и если будут вопросы, то задавайте их в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok